Всем привет! Вы попали на курс по выливаемым структурам данных. Еще раз представлюсь. Меня зовут Максим Бабенко. Я вас буду вести лекции по этому курсу. Семинар у вас будет вести Миша Левин, которого вы увидите буквально через полтора часа. Я уверен, что он на вас произведет неизгладимое впечатление. Давайте немножко расскажу про то, как устроен этот курс административно, поскольку же лекция моя первая. На лекции я вам буду давать теоретический материал. То есть примеры кода практически никогда не будут разбираться. Предполагается, что вы будете в этом всем разбираться самостоятельно. Но вот вам еще будут помогать семинары. Задачи будут даваться на семинарах. Периодически выкладываются новые порции домашнего задания. Вы решаете задачи. Там есть сложная система с тем, что сначала нужно давать теорию, потом надо давать практику. Миша про это все отлично умеет рассказывать. У него большой опыт приема и теории практики. Теперь еще один момент. По поводу вопросов. Вопросы можно и нужно задавать по ходу дела. Кроме того, можно и нужно задавать их в перерыве, если они у вас есть. То есть вопросы, касающиеся домашних задач, можно пытаться мне задавать, хотя я уже давно, честно говоря, эти условия не читал. Они более-менее одинаковые всегда. Но вообще лучше, конечно, к Мише их адресовать. Ну, можете и ко мне. Заодно вместе посмотрим, что там с задачей у вас на этот раз. Давайте проверим. Вопросы сейчас есть? Вопросов нет. Хорошо. Так, про что этот курс будет? Ну, как следует из названия, он будет про алгоритмы и структуры данных. Вот моя цель – вам привить некоторую базовую грамотность в деле. Ну, понимание того, какие алгоритмы бывают, что такое эффективный алгоритм, что такое неэффективный алгоритм, и как, собственно говоря, эффективные алгоритмы проектировать. Ну, прям это как бы громко сказано проектировать. Скорее вы посмотрите примеры типичных, эффективных, классических алгоритмов и научитесь решать достаточно типовые задачи на эту тему. Конечно, чтобы придумывать прям вот свои алгоритмы, нужна какая-то большая практика, видимо. Не уверен, что прямо так вот вам это сейчас прям надо. Но уж там выбрать подходящую структуру данных для типовой задачи вы сможете, я думаю, без проблем. Но те, кому эта тема вообще интересна, смогут продвинуться и дальше. У нас, в общем, курсов по алгоритмам довольно много. Начнем, наверное. Итак, о чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что у нас есть типичный компьютер, как он устроен. Ну, если рисовать уж совсем грубо, давайте я так два квадратика нарисую. Значит, более-менее в нем есть CPU, то есть часть, которая производит вычисления. И вот есть память, в которой хранятся промежуточные данные, входные данные, выходные данные. Ну, и здесь происходит взаимодействие. Значит, когда проектируют или изучают алгоритмы, то слово «эффективный» можно понимать по-разному. Значит, есть, по крайней мере, две важные типичные метрики, показывающие то, насколько ваш выритм хороший или плох. Вот два, так сказать, числа, связанные вот с ним. Вот кто понимает, что это за числа такие? Да, значит, вот два ресурса, которые потребляются, они, собственно, соответствуют этим структурным элементам. Итак, ресурсы — это процессорное время и память. Ну, вот если вы алгоритм-сой запускаете, то вот он работает какое-то время. Ну, будем надеяться, что конечное, да. Ну, и расходует какую-то память. Память он расходует тоже конечную, конечно, если работает конечное время. Вот возникает два числа, значит, T и M. Говоря об эффективных алгоритмах, обычно понимают проектирование алгоритмов, в которых время работы достаточно мало, по крайней мере, по сравнению с чем-то. Но память тоже важный ресурс. И зачастую, как мы увидим в дальнейшем, бывает, что вы можете потратить чуть больше времени, но при этом сэкономить некоторый объем памяти. Ну, наоборот, тоже возможно. Вот такая вот ситуация называется, значит, по-английски, интересным словом trade-off. Вот примеры таких вот переходов одного ресурса в другой мы увидим, по крайней мере, несколько. Итак, ну, это такая вот структурная парадигма, такой структурный взгляд на вещи. А функциональная парадигма, она другая. Вот у нас есть алгоритм, у него есть вход, вот у него есть выход. Ну, и понятно, что на каждом входе у нас затрачивается какое-то, возможно, вообще говоря, свое время и расходуется какая-то своя по размеру область памяти. Мы будем интересоваться, как говорят, оценками в худшем случае, которые означают вот что. Ну, входы бывают очень разные, но в типичных задачах можно эти входы так условно сгруппировать, входы одинакового размера. То есть для входа есть какие-то такие размерностные параметры. Ну, скажем, если у вас задача сортировки, это сколько элементов сортируете, да? Этих параметров может быть больше, чем один, но вот, например, n в качестве примера. Сколько чисел на входе. И время, конечно, зависит от самого входа, но мы будем говорить о времени как функции от вот этого параметра n, от размера входа. Значит, как это надо понимать? Ну, понимается так, что рассматриваются все входы, у которых размер такой, какой нам нужно, и смотрится на время работы на них. Итак, это вот время работы на входах заданного размера. Ну, в худшем случае, потому что перебираются все возможные входы, отбирается вход с наибольшим расходом времени. То же самое можно сказать про память. То есть для конкретного входа нас, как правило, ничего не интересует. Нас интересует время и память как функции вот от этого n. Итак, то же самое про память. Ну, и, наконец, такое последнее уж совсем банальное замечание, что, опять же, точный вид функции t от n или m от n тоже не очень интересен. Как правило, все это изучается с точностью до константы, ну и поэтому используется такая вещь под названием о символика. Так, я хотел бы узнать, все ли знают, что такое символика. Следует ли объяснить, что такое символика? Ну, замечательно. Можно черточки писать сверху? Да, знал бы я еще, где их надо писать. Это большое. Ну, смотрите, оно очень большое. А, ну, значит, тогда вот так вот. Это большое так пишется? Окей. Я могу еще крупнее нарисовать, если нет. Практически нет. Черточки? Ну, хорошо, я их сотру. Хорошо. Нет, у малая любит использовать в лекциях матемического анализа. У нас, как правило, большие будут. Так, хорошо, эта запись вам знакома. Тогда давайте так вот, чтобы такой ликбез по нотации провести. Помимо такой записи, я буду еще использовать запись омега большое и тета большое. И вот давайте про них тоже убедимся, что мы все одинаково их понимаем. Ну, я так скажу, что о большое – это оценка сверху, тета большое – это асимптотическое равенство, ну, с точностью до константы. Омега большое – это оценка снизу. Ну, тета, тем самым, это конъюнкция двух утверждений. Итак, это означает по определению, что f – это о большое а g, ну, и одновременно оно же омега большое а g. Значит, какие из этих обозначений когда нам понадобятся? Ну, типичная задача наша устроена так. Рассмотрим какую-нибудь проблему алгоритмическую, ну, например, сортировка. Дальше начинается придумывание разнообразных, все более и более эффективных алгоритмов, которые, скажем, сортируют. Каждый раз, когда в вашей гео возникает все более и более быстрый алгоритм, вы должны оценивать его сложность. Вы пишете асимптотику на время его работы или на объем занимаемой памяти, используя о символику. Ну, я замечу, что о символика, она очень такая неопределившаяся, что ли. То есть вы можете написать о символику, но при этом весьма мало понимать про сам алгоритм. Ну, к примеру, вы ведь, конечно, знаете, что такое сортировка пузырьком, я надеюсь, да? Раз сюда поступили. Вот будет совершенно справедливо сказать, что сортировка пузырьком работает за о большой в 10. за о большой в 10 степени. Это верное утверждение, хотя, по сути, оно слишком слабое. Поэтому, конечно, тут мы будем пытаться писать оценку поточнее, насколько получится. Как ее написать совсем точно? Вот это более сложный вопрос, и он бывает в двух разновидностях. Чтобы написать оценку поточнее, нужно определиться, вас интересует оценка для фиксированного алгоритма или интересует оценка для задачи. Вот в чем разница? Ну, если вы рассмотрите фиксированный конкретный алгоритм, то для времени его работы можно написать оценки снизу, оценки сверху. Если у вас оценки снизу и оценку сверху совпали, вот эти значения g, то можете написать t. Прекрасно. Как правило, это сводится к придумыванию какого-нибудь наихудшего случая для алгоритма. Есть более сложный вопрос. Это оценка снизу на задачу. Что это значит? Это значит, что нужно указать такую оценку, которая справедлива сразу для всех мыслимых алгоритмов. Это уже сделать труднее, поскольку у вас нет такого алгоритма, от которого вы могли бы оттолкнуться. Вам нужно как-то пытаться понять, какое время точно понадобится или какая память точно понадобится. Значит, как это делается? Один пример такого рода нижних оценок мы сегодня рассмотрим. Это будет классический стандартный пример, значит, сортировки. Но вообще говоря, мы подобными оценками будем заниматься довольно мало. Просто потому что, ну, во-первых, это сложно. И вообще говоря, довольно мало есть задач, для которых известны хорошие нижние оценки на сложность. То есть, скажем так, их подавляющее меньшинство. Даже если для задачи известны очень эффективные с практической точки зрения алгоритмы, то совершенно не факт, что их оценки сверху совпадают с теоретическими нижними. Так, ну хорошо. Вопросы есть какие-нибудь? Окей. Сложность у нас по определению – это время работы в гейминге? Ну, как правило, да. Во-первых, время работы. Про память мы не будем говорить, что это сложность. Это скорее не сложность, это скорее объем затраченной памяти. Ну и да, по умолчанию будем считать, что это время работы в худшем случае. Кое-когда будет у нас появляться понятие сложности, скажем, на случайном входе или сложности с рандомизацией, но про это будет сказано отдельно, это вообще интересный вопрос. Добавление случайности в такие вот сложностные модели. Так, ну хорошо. Тогда, чтобы уж закончить эту тему, я нарисую еще кое-что здесь. То, что я нарисую, оно почти целиком выходит за пределы нашего курса, чтобы вы понимали, что еще у нас, во-первых, бывает в школе, и что вообще бывает в жизни. Ну а в жизни бывает вот что. Вот нарисованная картинка, она чрезвычайно примитивна. Конечно, все устроено немножко не так. Ну, во-первых, таких конструкций, как правило, не одна. Скажем, модуль выполнения в современных процессах более чем один. И вот возникает вопрос, как там писать программы под такие параллельные архитектуры. Про это мы поговорим, но очень немного. Но даже если вы бы сказали, что у нас этих CPU несколько, это все еще недостаточно. В действительности архитектура памяти вот совсем не такая, как здесь нарисована. Она гораздо более сложная. Значит, между процессором, вычислительным модулем и основной оперативной памятью находится некоторое количество промежуточных уровней, которые называются кэшами, и про которые, вообще говоря, нужно знать. И хороший программист должен понимать, как они устроены. И хотя управлять он им по большей части не может, но от того, как он написал свою программу и какие манипуляции с памяти производятся, очень сильно зависит эффективность. И эта эффективность, ну вот этой моделью совершенно не покрывается. Здесь нужно писать алгоритмы наиболее дружелюбные по отношению к кэшу. Про это мы поговорим совсем чуть-чуть. Ну и, наконец, память у оперативного дела не заканчивается. Значит, если у вас данных уж совсем много, то, скорее всего, вам нужна некоторая внешняя память. Ну, к примеру, жесткий диск. Ну и здесь я условно нарисую вот такие стрелки. Это не совсем так. Взаимодействие идет все-таки напрямую через процессор. Ну, неважно. Вот по уровню мирахи она устроена вот так. Процессор взаимодействует с памятью, взаимодействует с жестким диском, но память и жесткий диск отличаются по своим параметрам, ну, радикально, так скажем. Использовать жесткий диск, как будто бы это обычная оперативная память, вы можете только в своих мечтах, ну, или там называется виртуальная память, когда у вас не хватает обычной памяти, вам начинается своппинг, и, в общем, вы слышите шерсть жесткого диска. Вот скорость работы при этом падает там на несколько порядков. Как эффективно работать с жестким диском, тоже по большей части я не буду рассказывать, но у нас в ШАДе есть курс про выльтмо внешней памяти. На следующем, в следующем году, в следующем семестре, ну, точнее, ровно через год, через два семестра, те из вас, кто доживут до этого момента, вот могут попробовать пойти послушать. Там все с одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Такой тоже трейд-офф. Так, вопросы еще есть? Нет? Ну, хорошо. Тогда давайте я все это сотру. Может быть, перейдем к чему-то уже более конкретному. Так, ну, замечу еще вот что. Формальное определение вычислительной модели, в которой мы будем изучать алгоритмы, вы можете найти, например, в Википедии. Я давать его не буду. То есть я не буду сейчас, конечно, формально рассказывать, что такое количество элементарных операций, которые выполняет алгоритм, или как в точности устроен вот этот вот модуль CPU, что там есть регистры какие-то, какие-то инструкции. Это все не очень интересно. Достаточно поискать по ключевым словам, значит, RAM-модел. Вот то, с чем будем делать дело, это, ну, или, как говорят, standard RAM-модел, стандартная модель оперативной памяти. Наверное, я все-таки сделал одну оговорку, которая вроде как бы самая очевидна, но чтобы было понятно. Когда вы пишете код на естественном языке какого-нибудь программирования, там, не знаю, на C++, например, естественном для вас, то, как правило, ваши действия очень вот один в один влажатся на теоретическую модель. Ну, достаточно легко, по крайней мере, влажаться. Пожалуй, единственный случай, когда вы начинаете задумываться о том, что в теории все это означает, это вопрос о том, насколько большие числа вы можете хранить в переменных. Вот мы тут говорили про то, что есть память, и она там в чем-то измеряется. Ну, какие-то условные единицы, там, скажем, байты. Вот как обстоит дело в теории, когда вы начинаете записывать в ячейке памяти все больше и больше значений. Получается ли так, что конструкция заранее обречена на неудачу, поскольку в переменной можно положить сколько угодно большое значение. Понятно, что если было бы так, то все можно было бы разместить более-менее в одной ячейке. Там, скажем, воспользуясь какой-нибудь системой по основанию большому и сохраняя там отдельные байты в виде разрядов. Ну, нет, вот модель теоретически к такой атаке подготовлена довольно хорошо. Собственно, как и на практике, так и в теории память устроена следующим образом. Это набор ячеек совершенно одинаковых, промумерованных числами от нуля до какого-нибудь там M большой минус единицы. При этом каждая ячейка – это не просто число целое, а это число ограниченной разрядности, ограниченной битности. Так вот, каждая ячейка – это последность из какого-то числа бит. Вот этот параметр W называется размером машинного слова, и в модели RAM он присутствует совершенно явно. То есть это… Вот, нарисованно здесь, это не какая-нибудь машина тьюринга, в которой там всего бесконечно много. Нет, это гораздо более подходящее для оценок реальных алгоритмов модель. Ну и, соответственно, хранить тут можно числа ограниченной битности. И манипуляции с такими числами выполняются за константу. Если у вас число больше разрядности, там, скажем, разрядность уже зависит от N, то это нужно все учитывать. Ну, на практике тоже понятно, что переменную нельзя положить слишком большое число. Приходится использовать длинную арифметику. Да, это все у вас будет на упражнениях. Ну, хорошо, значит, какой план наших с вами занятий? Какие задачи мы будем изучать? Мы довольно много времени потратим на такую простую банальную задачу, которая называется задача сортировки. Про нее немножко сегодня я начну рассказывать. Про сортировку вы, наверное, все из вас много чего знаете. Я не думаю, что я прям открою для вас какие-то новые земли здесь. Ну, некоторые, думаю, из фактов, которые я собираюсь изложить, они будут для вас все-таки новыми. Дальше после сортировки мы плавно перейдем к структурам данных разнообразным. Мы рассмотрим деревья поиска, кучи. Опять же, во всевозможных вариациях немножко поговорим о том, как их реализовать эффективно с практической точки зрения. Ну, а дальше посмотрим. Там есть разные варианты продолжения курса. Посмотрим, как будет у вас. Настроение. Да, и еще одна оговорка. Нам вообще-то нужно перерыв в какой-то момент сделать будет примерно посередине. Но я за временем не слежу, поэтому вот когда поймете, что половина стекла, вы скажите, пожалуйста, ладно? Ну, или поймете, что больше не можете и нужно срочно перерыв делать. Так, вот все уже посмотрели на часы. Сколько у нас времени прошло? Ага, хорошо. Может быть, ну через 15. Через час. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это называется не перерыв, это называется что-то иное. Это пересменка уже какая-то. Перерыв короткий, 5 минут всего. Так, ну ладно. План на сегодня такой. Я бы хотел коснуться задачи сортировки. Но не то, что я хочу для вас рассказать что-то такое вам уже хорошо известное, наверное, типа там квиксорта или мерч сорта. Нет, раз уж речь зашла о моделях данных, давайте я вам покажу, как в терминах сортировки решается вопрос о нижних оценках. Это такое полезное чисто для общего образования наблюдение. Нижние оценки, они в отличие от верхних, никаким угольным не приводят. Но понимать, что что-то сделать уж очень быстро нельзя, тоже полезно. Итак, значит, сортировки. Если говорить не до конца формально, выглядит она следующим образом. На вход к вам поступает n ключей, что бы это ни значило. Вам нужно их так переставить, чтобы они шли в порядке неубывания. Ну, раз мы собираемся их сравнивать, то надо сразу сказать, что есть некоторое линейно-упорядоченное, это важно, некоторое линейно-упорядоченное множество элементами, которые вот эти аиды являются. Каждую пару можно сравнить на больше-меньше за константное, скажем, время. Ну и получить один из трех возможных ответов. Меньше, равно или больше. То есть вот есть такой тернарный оператор. Ну, опять же, понятно, что от тернарного оператора можно перейти просто к бинарному оператору и сравнивать на меньше, что там больше или что там равно. С этим можно тоже разобраться, если подходящее сравнение выполнить. Итак, предикат сравнения у нас такой двувалентный, бинарный. Что значит переставить? Ну, вообще говоря, требуется породить перестановку p вот этого индексного множества такую, что если ей подействовать на элементы, то, ну, не на сами элементы, конечно, на индексы, то после этого мы получим последовательность, идущую в порядке неубывания. Вот. И существует классический результат, который, опять же, если говорить не до конца строго, утверждает, что отсортировать быстрее, чем за некоторое время, невозможно. Ну, под временем здесь понимается число операций сравнения. То есть элементарные операции, давайте сейчас считать операцию сравнения. Понятно, что у вас будет еще какие-то операции, но мы ограничимся пока только сравнениями. Понятно, что если сравнений много, то суммарное время тоже будет каким-то большим. Итак, что значит много? Ну, много-немного, а вот столько. Итак, утверждение, что для задачи сортировки справедлива вот такая нижняя оценка на время работы. Почему все это не до конца строго? Не строго это все потому, что непонятно, какая вычислительная модель имеется в виду. То, что я нарисовал здесь, это RAM-модель. Справа задача, которая вообще под RAM-модель не до конца подходит. Например, здесь я рассуждаю о каких-то ключах, которые можно сравнивать на меньше-больше. Непонятно, что это. Если это числа, то вообще с числами можно проделывать разные другие полезные манипуляции. Скажем, можно их складывать, умножать, там, не знаю, побитого и брать. В общем, много действий разных. Здесь почему-то говорится о том, что ключи можно только сравнивать на меньше-больше. Поэтому, видимо, это какое-то очень ограниченное подмножество, что ли, RAM-модели. Непонятно. Ну и вот для того, чтобы окончательно этот вопрос прояснить, я сейчас вам расскажу еще, вот модель, в которой эта оценка, с одной стороны, имеет понятный смысл, а с другой стороны, достаточно легко доказывается. Заодно вы видите пример модели, который разительно отличается от RAM-модели. Итак, это модель вычислений, которая называется разрешающие деревья. Разрешающие деревья. Необычна она тем, что в такой модели вы, конечно, программировать не станете. Как эта модель устроена? Предположим, что фиксировано N. N — это количество элементов, которые мы собираемся отсортировать. Количество ключей. Ну, вот скажем, для машины тюнинга программа — это некоторая там таблица, в которой записано, что надо делать, в каких-то состояниях при обнаружении каких-то символов. Программа для RAM-модели — ну, это, скажем, программа на соответствующем языке, похожем на ассемблер. Ну, или даже программа на языке C, в принципе. Формально это очень неудобное определение, но практически годится. А вот программа для моделей разрешающих деревьев — это не что иное, как дерево. Итак, это некоторое дерево. Я нарисую пример такого дерева. Вот, предположим, что N равно 4. Дерево — это не простое. Дерево — это бинарное. Бинарное означает, что... В данном случае, по крайней мере, будет означать, что у каждой вершины, кроме листьев, есть ровно два сына. Причем, ну, эти сыновья, они выделены. Известно, какой левый, какой правый. Их нельзя перепутать. Они помечены соответствующим образом. Ну, мало того, что это дерево. Это дерево правильным образом размеченное. Значит, что же за разметка и какой в ней смысл? Давайте перед тем, как формально что-то рисовать, неформальную идею поясню. Это дерево, в соответствии с которым алгоритм принимает решение о том, как устроена искомая перестановка P. Ну, а именно, работа начинается с корня. Вот мы мысленно ставим палец на корень, и в корне написано, что нам делать. Ну, если в случае какой-нибудь машины тюринга или там программы для RAM-машины могли там читать, писать, двигать головкой и еще что-нибудь делать, то здесь все гораздо проще. Действие, которое нам разрешено, оно ровно одного типа. Мы можем взять пару ключей, записанных в входной последовательности, и сравнить их на больше-меньше. Ну, на меньше, так уж честно скажем. Так, здесь написано пара индексов. Если у нас nrm4, значит, ключи у нас всего раз, два, три, четыре. И в корне написано, какие два ключа мы собираемся сравнить. Ну, например, первый со вторым. Ну, условно запишем так, один, двойточие, два. Дальше, как я уже говорил, у нас бинарный предикат сравнения есть. Он нам даст либо истину, либо ложь. Если ложь, мы идем в левого сына. Если истину, идем в правого сына. Ну, скажем, пошли в левого сына. Левый сын тоже не лист, такая вот круглая вершина, не лист. Здесь тоже записано, кого с кем мы сравниваем. Например, два с три. Ну, и здесь что-то записано. Придумайте сами, что могло быть записано. Итак, алгоритм, он ничего не переставляет, он не имеет никакой памяти фактически. Единственное, его состояние – это текущее вершин дерева разрешающего. Вот так мы движемся вниз на каждом шаге, сравнивая, соответственно, указанную в вершине пару ключей и двигаясь либо налево, либо направо, вниз. Вот пока не доходим до листьев. Как только мы попадаем в лист, то значит, что работа алгоритма закончилась. То есть сравнение необходимое он считает выполненными и готов сообщить ответ. Вот в листе должна быть написана какая-то перестановка числа от 1 до 4. Та перестановка, что алгоритм считается правильной. Ну, например, раз, два, три, четыре. Можно бы другие написать, но я напишу эту. По крайней мере, правдоподобно. Да, чтобы не было недопонимания. Здесь нарисовано не просто бинарное дерево, здесь нарисовано дерево, называемое полным бинарным, заданной высоты. И на мислое у него очень ровная такая структура. Это все не требуется. Вообще говоря, картинка могла быть и вот такой, например. Ну так вот. Итак, в принципе, любое дерево с подобной разметкой, в каждой внутренней вершине указано, кого мы сравниваем, в каждом листе написано, какая у нас перестановка. Каждое подобное дерево образует алгоритм. Ну, как это часто бывает, не все алгоритмы правильные. Даже для обычной модели не все алгоритмы правильные. То есть не все они правильно решают задачу. Но вот здесь тоже далеко не все подобные деревья действительно решают задачу, то есть действительно сортируют. А вот что такое правильное дерево? Кто может сказать? Сейчас, я точно знаю, здесь микрофоны. Не знаю, работают ли они. Не работают. Держите. Ну, микрофон не работает, не переживайте. Может быть, вам уверенности придаст, не знаю. В случае сортировки, видимо, это дерево, которое он подал в любой набор данных, оно, следуя указаниям, которые написаны на этом уровне вершины дерева, приходит к действительно сортированному массиву. Ну, то есть к правильной перестановке. Да, ну, ответ правильный, да. Действительно, так и есть. Тогда давайте я спрошу еще одну вещь, тоже очень простую. Вы что-то не спрашиваете у меня ни о чем, я поэтому буду сам вас спрашивать. А вот скажите, пусть вам выдали дерево. Ну, можно сказать так, что действительно дерево правильное, если для любого линейного порядочного множества и для любого набора из-за ключей этот набор будет отсортирован верно. Но это не очень здорово, поскольку вам предлагают перебирать, вообще говоря, бесконечное множество входов для того, чтобы понять, правильный объект мы или нет. А можно ли как-то конечным количеством проверок ограничиться? Перестановку. Ну, да, я не знаю. Перестановка 1, это отличный или правильно. Да, но... Абсолютно. Совершенно правильно. Да, действительно, достаточно в качестве множества, вот объемлю еще взять, ну, не знаю, целые числа или натуральные числа, и проверять перестановки, все перестановки от 1 до n, убеждается, что все эти перестановки проходят тесты. Привода элементов не важна, важен их относительный порядок, все возможные относительные порядки реализуются с помощью перестановок. Так что перестановки – это достаточный критерий. Ну, хорошо, вот я тут что-то не дорисовал, какое-то дерево, оно как бы имеет шансы быть... Листьев мало. Да, листьев мало. Ну, да, с одной стороны листьев мало, с другой стороны... Вот как-то сомнительно, что мы попали бы в этот лист и сделали бы какой-то вывод про ключи 1, 2, 3, 4, при этом ключи 4 ни разу не посмотрев. Вот подозрительно выглядит очень, да? Ну, да, это дерево неправильное, ну, а правильно я рисовать сейчас не буду. Вот попробуйте сами для четырех элементов нарисовать правильное дерево. Лучше мы пойдем дальше и попытаемся понять, а что значит в терминах вот этого дерева, в контексте этого дерева вообще понятие сложности. Итак, вот что есть сложность для алгоритмов, которые вот так вот странно заданы? Да, ну, конечно. Итак, это высота дерева. То есть длина пути, максимальная длина пути от корня до листа. Тут именно важно, что вы берете максимальную длину. Понятно, что, наверное, тут бывают какие-нибудь ветки, которые очень быстро кончаются. Но не как здесь, здесь она кончилась уж слишком быстро. А, скажем, n-1 сравнение, вообще говоря, могло быть достаточно для того, чтобы какую-то перестановку породить, для того, чтобы понять, что имеет место некоторый заданный порядок. Поэтому, в принципе, если бы здесь был еще один уровень, здесь могла бы быть перестановка раз, два, три, четыре. Но нас интересует именно максимальная длина подобных путей, то есть именно высота. Это отвечает нашему пониманию о том, что мы сейчас интересуемся сложностью в худшем случае. Сложность в лучшем случае тоже понятно, что бы здесь могла означать. Ну, и даже, наверное, можно было бы прикинуть, что значит сложность в среднем. Ну, так вот. Теорема, которая теперь уже имеет понятный смысл, гласит, что для сложности правильных, конечно, деревьев сортировки, не вообще каких-то деревьев сортировки, а правильных деревьев сортировки, она оценивается вот таким вот образом. Мы ее сейчас докажем, благо, что сделать это нетрудно. Доказательство, значит, устроено следующим образом. Оно очень незатейливое. Значит, надо отметить простой факт, что в правильном дереве не может быть слишком мало листьев. Ну, давайте поймем, сколько их. Ну да, их как минимум n-факториал по той простой причине, что n-факториалы — это число возможных вариантов ответа, ну и, конечно, каждый вариант ответа должен быть потенциально порожден этим алгоритмом, то есть должен уметь иметь хотя бы потенциальную возможность этот вариант ответа породить, ну и поэтому листьев должно быть как минимум n-факториал. Ну, а дальше нужно связать число листьев с таким параметром, как число вершин, да, а лучше с высотой бы. То есть если высота — это t, то сколько там листьев? Ну, легко понять следующее, что максимум призаданный, вот если вы зафиксируете высоту, то максимум числа листьев будет достигаться на дереве, которое называется полное бинарное. То есть то, в котором все листья расположены на одной и той же высоте, на одном же расстоянии от корня, ну просто потому что можно достраивать его до такого, при этом при достройке высота не меняется, а листьев только больше становится. Вот здесь тогда все эти листья. Ну вот сколько здесь листьев? Ну, я не знаю, 2 в степени t — это зависит от того, в чем вы считаете. Вы считаете вершины, Халюш, вы считаете в ребрах. Грубо говоря, считаете ли вы единицей операций, считаете ли элементарным шагом последний шаг, когда вы уже готовы выпустить ответ. Ну, я напишу 2 в степени t, если это никого не пугает. Да, ну и не пугает, все хорошо. Так вот, листьев, число листьев ограничено тем самым величиной 2 в степени t, но уже с другой стороны. Ну вот отсюда возникает понимание, что t — это не меньше, чем логарифм двоичный n! Для логарифма n! легко получить подходящую асимптотику, потому что n! — это у нас там, ну, по тому, что называется формула Стирлинга, это вот, грубо говоря, вот такое вот выражение. Поэтому если тут взять от него логарифм, главным слагаемым уже, не со множителем, после вырифмирования там уже слагаемые получаются главные, так вот главным слагаемым будет выражение вида n, лог двоичный n. Все остальное имеет меньший порядок, меньшую скорость роста, ну и тем самым действительно для t справедлива вот такая вот нижняя оценка. Есть ли вопросы? Нет вопросов. Хорошо, тогда нам уже, наверное, почти пора идти на перерыв. Перед тем, как пойдем, я немножко еще расскажу про то, почему этот алгоритм, ну и вообще такое понимание алгоритма, такая модель, она не очень типична, что ли, на практике. Ну, например, вот почему. Как правило, алгоритм мыслится как некоторая единая инструкция, позволяющая обработать вообще все входы задачи. Заметим, что в этой модели это не так. Конкретный алгоритм, вот конкретное дерево, оно годится только для данного конкретного числа элементов. Для другого числа элементов будет, вообще говоря, другое дерево. Поэтому алгоритм для всех входов вообще, это не одно дерево, это их семейство. Но это несколько непривычно, поскольку все-таки алгоритм обычно это некоторый, ну, некий конечный объект. И там в разных областях именно важно то, что это конечная строка, например. Ну, здесь это неверно. И, в частности, алгоритмы такого вида могут быть, как говорят, неуниформными. Я не знаю, вот знакомо вам понятие неуниформности? Незнакомо. Ну, означает это вот что. В униформном случае дерево зависит от N некоторым простым, ну, точнее говоря, вычислимым образом. То есть, вообще говоря, можно написать алгоритм, ну, в знакомом вам понимании, там, машина Тьюринга или там, вы говорите, на языке C, который по N порождает дерево. Вот это вот униформный случай. Случай, когда, ну, вообще говоря, семейство деревьев – это сложный объект, но у нас есть способ единообразно порождать все эти деревья. То есть, мы можем, задавшись N, подходящее дерево породить, после чего его применить. Это случай униформный. Но, вообще говоря, семейство деревьев вот такого вида, то есть, это вот такое вот тег, красивое N. Это семейство гораздо более сложным может быть. Например, оно может зависеть от N каким-то невычисливым образом. Ну, и поэтому вот эта модель в чем-то даже сильнее, чем машина Тьюринга. Ну, то есть, например, так, если постараться, то в терминах таких деревьев можно сформулировать, ну, и, соответственно, решить некоторую алгоритмически неразрешимую задачу. Просто потому, что у вас для каждого N есть свое дерево, которое строить алгоритмически вовсе не обязательно. Оно просто существует каким-то образом. Поэтому, конечно, эта модель не такая практическая. Ну, и, собственно, когда вы сортируете, конечно, никакое дерево вы не строите. Но важно иное. Важно то, что если у вас есть алгоритм в обычном понимании, ну, скажем, алгоритм для машины Тьюринга, ну, не очень удачно, там сортировка непонятно что, ну, скажем, алгоритм для RAM-модели, для RAM-машины. Так вот, глядя на этот алгоритм, вы можете при некоторых ограничениях, ну, то, что этот алгоритм делает, нарисовать вот эту вот цепочку, это семейство, это последовательность деревьев. Как же это бы сделали? Надо сказать, если ваш алгоритм только сравнивает ключи, то тогда можно запустить его для, во-первых, фиксировав N, для всевозможных перестановок, посмотреть, что он там делает, ну, и нарисовать соответствующие деревья. То есть, конечно, с одной стороны, это инструкция того, как решать задачу, но на дерево это можно еще смотреть, как на процесс вычислений, процесс того, как другой алгоритм решает эту задачу. То есть, это такой план действий в общем случае. Ну, и к чему это приводит? Это приводит к тому, что если вот алгоритм справа нарисованный, даже если он в RAM-модели, он только сравнивает ключи на больше-меньше, то для него тоже справедлива эта оценка N влгн снизу. Вот, собственно, то, ради чего все затевалось, потому что понятно, что для разрешающих деревьев никто алгоритм писать не будет, а RAM-машина – пожалуйста. Но это все оставляет такой зазор в вопросе, вот можно ли сортировать быстрее, чем за N влгн, если разрешить какие-то дополнительные операции с ключами, скажем, арифметические действия. Ну, ответ положительный, сам алгоритм, мягко скажем, непрактический, но для RAM-машины существует сортировка за время N-большое повторный алгоритм N. Этот алгоритм мы не будем изучать, он теоретически интерес только представляет, так чтобы, не знаю, похвастаться кому-нибудь, что мы такое умеем. Но некоторые алгоритмы, которые не сводятся к сравнению ключей, а именно алгоритмы по разрядной сортировке, мы изучать, конечно, будем, потому что они практические. И у них сложность не N влгн, у них сложность выражается в других единицах, от других параметров зависит. Ну и она к этой не сводится, и ей не мажорируется, не манолируется. Вот. Так, есть ли вопросы? Если нет вопросов, давайте перерыв устроим. Значит, сортировки познакомились. Это, может быть, не совсем то знакомство, что вы ожидали. У нас будут алгоритмы сортировки, но начинается с следующего занятия. Сегодня мне интереснее поговорить с вами вообще про некоторые вещи, связанные со сложностью, ну и показать разные примеры, может быть, не вполне очевидные. Итак, вот есть сложность в худшем случае. Ну, не всегда она удобна, и часто так бывает, что оценки в худшем случае, они слишком пессимистичны. Вот. Примеры такого рода происшествий часто встречаются, когда начинают изучать структуры данных. Ну, я не буду делать вид, что вы ничего не знаете про это, уж наверняка, что такое куча, например, всем известно, да, там связанные списки какие-нибудь. Это не помешает мне делать вид, что этого не замечаю в следующий раз, когда я буду рассказывать, не знаю, там, про кучу. Но сейчас вы знаете, что такое куча, или вообще, что такое структура данных. Вот. Ну, это эдакое нечто, как оно устроено, зависит от того, какая структура данных. Ну, важно то, что она выполняет некоторые операции. Вот берется структура данных и к ней применяется последовательность действий. А первая и так далее, а n-ная. Ну, например, там, вставка, удаление, поиск. Все зависит от того, какая операция, какая структура данных. Можно было бы проводить здесь оценки в худшем случае. Ну, как это делать? Например, операции бывают операциями типа вставки, удаление и поиск. Ну, и можно дать оценки в худшем случае. Сколько в худшем случае стоит вставка, сколько в худшем случае стоит поиск, сколько в худшем случае стоит удаление. Ну, или даже, например, сколько в худшем случае стоит одна операция. Часто бывает так, что они все одинаково стоят в худшем случае. После чего сказать, что время работы вот этой цепочки, сложность этой цепочки, это n помножить на максимальное время работы каждого отдельного слагаемого, каждого отдельного составляющего действия. Если структура достаточно простая, так можно получить что-то вменяемое. Но мы с вами довольно скоро будем встречаться с структурами, которые так могут быть оценены, но, к несчастью, оценки будут слишком грубыми. Давайте пример приведу. Один из возможных примеров таков. Представим себе, что у вас структура данных под названием двоичный счетчик. Что это такое? Это массив, такой вектор, состоящий из бит. Длины n, биты пронумерованы с нулевого по n-1, в них записано двоичное число. Изначально все биты нулевые. Здесь написано двоичное 0. Пусть операция у вас всего одна. Операция называется increment. Что она делает? Она добавляет единицу к двоичному представлению. Давайте попробуем понять, какова сложность этой операции. В худшем случае. Да, ну вот есть, конечно, некоторая терминологическая беда, что оценка в худшем случае не может быть, в принципе, у большим. Потому что у большой оценка сверху, а оценка в худшем случае – оценка снизу. Ну, так говорят, конечно, что у большой от n это в худшем случае. Имеют в виду, конечно, понятно, омегу большую. Ну, окей. Итак, у от n, так можно сказать, да, здесь это максимум по всевозможным конфигурациям структуры, времен выполнения операции increment, оценивается как о большое от n. И лучше никак не оценить. Почему? Потому что, например, если у вас число вида нолик, а потом все единицы, то для того, чтобы приводить единицу, вам придется совершить порядка n действий. Ну, замечательно. Тут, кстати, n другой смысл имеет. Давайте мы исправим нам, не знаю, на m, что ли. Что же получается? Получается, что если у вас цепочка из, скажем, m инкрементов, то стоимость у нее… Ну, какая? Тут нам уже оценка сверху нужна. У от mn получается. Ну, это справедливая оценка. Да, действительно, можно так оценить. Но это слишком грубо. Вот если вы начнете с нуля и дальше будете последовательно прибавлять единицы, то, ну, и посчитаете, сколько действий совершается, то, в общем, у вас закрадется подозрение, что 10, в общем-то, меньше, чем у от mn, и что, наверное, такие длительные инкременты – это, в общем, редкое событие. А поскольку мы оцениваем сложность в худшем случае для каждого действия по отдельности, то мы вынуждены писать о большой от n. Но такие события бывают редкие. Бывают редко. Как же оценить поточнее? Ну, есть два способа. Значит, первый способ конкретно для этой задачи – посчитать, ну, благо это нетрудно, тут все, в общем-то, под рукой, посчитать, сколько нужно в точности действий. Можно даже точную формулу написать. Но это слишком простая структура, поэтому это возможно. А в дальнейшем структуры будут и посложнее. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы сейчас рассмотрим такую технику общую, ну, и некоторую новую сложность, некоторое новое понятие сложности, которое нам понадобится и в дальнейшем. Мы будем говорить про вещь под названием учетная сложность. Учетная или амортизированная? Значит, в каком-то очень-очень примерном смысле учетная сложность – это сложность в среднем. на большой такой, на длительной, длинной цепочке операций. Но это все слова. На самом деле определяется она совершенно иначе. И определение учетной стоимости, учетной сложности, по сравнению подходов к этому определению есть два. Первый подход называется банковским методом. Вот с него мы, собственно, начнем. Он такой очень житейский, очень, мне кажется, ну, понятный. Итак, для того, чтобы оценить поточнее сложность цепочки инкрементов, давайте договоримся вот до чего. Давайте договоримся, что мы ввели некоторую универсальную валюту, ну, собственно, метод банковский, потому так и называется. Некоторую универсальную валюту, символизирующую собой элементарные действия. Итак, у нас есть одна единица, один, ну, кто там сейчас? Ну, можно евро, в принципе. Вроде с ними не все хорошо, но сойдет пока. В общем, один евро. Так, один евро компьютер требует за каждое элементарное действие. Ну, кому один евро жалко, можете считать, что один евро цент. В общем, неважно. Откуда же эти деньги возьмутся? Он не будет ничего делать, пока вы не заплатите один доллар. Ну, один евро, простите. Одна элементарная операция стоит один евро. Откуда деньги возьмутся? А деньги заплатят богатые клиенты. Собственно, вот есть богатые клиенты, которые хотят выполнять операцию инкремент. И они будут вынуждены платить за эти инкременты. Пока вроде ничего особенного не произошло, но какая-то странная переформулировка. Ну, вот между богатыми клиентами, собственно, вот есть клиенты, есть структура данных, счетчик. А где же тут вы? Ну, вы на самом деле вот здесь, посередине. И вот вы в своем анализе, анализе учетных стоимостей, решаете, собственно говоря, сколько с клиентов за отдельные операции взять денег. Ну, и потом эти деньги отдаете непосредственно компьютеру, непосредственно счетчику для того, чтобы он свои действия производил. План очень простой. И принцип очень простой. У вас нет своих денег. Все, что вы можете сюда пустить, должно прийти от клиента. Но вы имеете право как-то вот эти деньги накапливать зачем-то. Ну, например, так. Можно попросить у клиента много денег сразу. А если операция окажется, что она дешевая достаточно, ну, скажем, попросили 10 евро, а операции элементарно всего 3, то избыток 7 евро можно пока положить себе, ну, не в карман, конечно, а можно как-нибудь их приберечь. Для того, чтобы, когда настанут тяжелые времена и операция окажется тяжелой, можно бы по-прежнему у клиента взять, скажем, всего 3 евро, ну, добавив к ним некоторые накопления, общую сумму отдать счетчику, чтобы он выполнил операцию, и ему бы хватило. Вот такой план. Здесь есть некоторый буфер, в котором эти деньги накапливаются. Ну, и это позволяет в каком-то смысле сгладить колебания стоимости. То есть разные операции стоят по-разному, но вот если вы будете действовать достаточно разумно, вы никогда не выйдете в минус при этом, то будет справедливо следующее, что количество денег, которое придет сюда, не превосходит количество денег, которое выделил клиент. Поэтому время выполнения всех этих операций не больше, чем общее количество денег, которое вам дал клиент. Ну, а дальше цель ваша такая. Как-нибудь с клиента брать, ну, с одной стороны, поменьше, с другой стороны, чтобы хватало, а с третьей стороны, чтобы это число все-таки от того, какая операция выполняется, не зависело бы. Вот я вам сейчас покажу, как, забирая с клиента, ну, скажем, 2 евро на каждую операцию, все эти расчеты, все эти взаимозачеты здесь произвести с тем, чтобы счетчику денег хватало, и в минус вы не уходили. А может, кто-нибудь понимает, как это делать? Да. О, да не проблема. Давайте 10 попросим. Я вам сейчас объясню, почему можно просить 10. Вообще, у нас ожидание количества денег, которые вы потратили за одну операцию, это 2. А непонятно, какое распределение у вас? Ну, смотрите, у нас с вероятностью 1, 2, закончим в разный сразу. У нас на конце 0, да? Так. Вот с вероятностью 1, 2, 2. Ну, непонятно, откуда есть пространство вероятностное. Откуда распределение-то? Так, хорошее вероятность пространства, это у меня вот эти вот строки из 2 и 1. Нет, вероятность пространства, это множество с мерой. Вот мера, видимо, равномерная здесь, да? То есть все равно вероятное. Нет, неравномерная. Неравномерная. А, нет, не так. Хорошо. Вероятность пространства у меня другая. У меня на конце столько 0 есть. Смотрите. И значит, если у меня 1, 0, то мера от этого элементарного… А конец это, простите, где? Это слева? Ну, в смысле, это большие разряды? Правая. А, конец справа. Ну, на самом деле, вы правильно говорите, действительно, надо смотреть на конец. Окей, а вот сейчас я вас обучу, как это можно рассказать, не употребляя слов вероятность на пространство. В действительности, ну, опять же, ваше объяснение совершенно ничем не плохое, надо понимать. И почему я хочу рассказать чуть иначе? Просто потому, что это пример модельный. И на нем полезно увидеть, как рассуждения про эти деньги, про эти 10 евро, которые мы попросили за операцию, как эти рассуждения, как деньги распределяются и как, собственно говоря, в общем случае с ними стоит распоряжаться. Ну, а именно, полезно оказаться следующей идеей. Когда вы работаете со структурой данных, то накопленные деньги нужно хранить не в кошельке, так сказать, не просто их накапливать, как абстрактное нечто, полезно их как-то привязать к структуре данных, как-то их локализовать относительно состояния структуры данных. Вот что это значит? Значит, это вот что. Будем поддерживать следующий инвариант. Итак, инвариант. Инвариант такой. Пусть у нас записано какое-то число текущее. Ну, я какое-то число вынужден записать для примера. Ну, скажем, вот такое. Давайте договоримся, что над каждой единичкой здесь лежит по евро. Так, здесь лежит евро, монетка, здесь лежит монетка, здесь лежит монетка, здесь лежит монетка. И здесь лежит монетка. Такой инвариант. Ну, его очень легко соблюсти изначально. Изначально все нули, поэтому денег класть не надо. Ну, и у нас денег, собственно говоря, и нет, мы ничего положить не можем. А давайте теперь попробуем понять, почему если у клиента просить 10 евро, то нам этих 10 евро хватит для того, чтобы вы поняли инкремент. Заметим, что инкремент, вообще говоря, поменяется состояние этих бит, поэтому некоторые деньги нам понадобятся положить, но некоторые монеты окажутся лишними. Так вот, почему этих 10 евро нам достаточно? И 10 это как бы много или мало? Может быть меньше? Ну, секундочку. Мне говорили 2 плюс эпсион. Я взял 8 в качестве комиссии. Вот 10. Все, 10. Итак, нам дали 10. Как устроена операция прибавления единицы? Нужно идти справа налево, ну, от младших битов к старшим, пока у вас есть единицы. Так, вот эти вот k единиц мы должны выделить, после чего их заменить нулями, а следующий нолик заменить на единицу. Так? Как устроен инкремент? А вот так он устроен. Если k это длина хвоста из единиц, то сколько здесь элементарных действий? Это очень сильно зависит от того, что считать элементарным действием, но давайте я скажу, что их k плюс 1. Скажем, k действий, чтобы выделить единицы, еще одно действие, ну, и заменить их на нули. А еще одно действие на то, чтобы этот нолик сделать единичкой. Отлично. Теперь посмотрим, что у нас с деньгами происходит. Вообще говоря, при этом переходе k монет становятся лишними, а одна, ну, ее требуется доложить, да? Итак, у нас credit, так сказать, это k, а debit это 1. То есть вот у нас есть потребность в k плюс 1 монетке для того, чтобы платить действие, а вот столько мы снимем со структуры данных, а столько надо будет положить. Давайте баланс подсчитаем, да? Еще же нам одну монетку понадобится положить на единичку. А, вот она, единица. На нее мы евро положим. Вот, 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 вот эта единица. Смотрите, вот это количество монет, который нужен для того, чтобы платить действие. Вот столько монет мы снимем, а столько еще должны будем положить. Да нет, а еще, которые мы на единичке платим. Так вот же она, единичка. Вот, один. Просто сколько нам на структуры надо положить. Смотрите, k мы со структуры снимаем, а один вынуждены положить на структуру. Давайте подсчитаем баланс наш. Баланс. Ну, значит, как считать баланс? Ну, как? Минус k плюс 1. Почему так? Потому что столько с нас возьмут за выполнение действий. Дальше. k единиц мы снимем с структуры данных. И еще одну единицу туда положим. Что в итоге получается? Получается минус 2. У нас баланс минус 2. Но я прошу заметить, что пока я еще не учел те деньги, которые нам клиент даст. Так вот, сколько нужно попросить у клиента, чтобы выйти хотя бы на ноль? Ну, просите 10. Ну, хорошо. Будем честны. Давайте 2 попросим. Итак, если попросить 2 евро, то у нас баланс сойдется. Сейчас у нас первый клиент, нам придется попросить n евро. Почему так? Нет, начальное положение из всех нулей состоит. А, то есть у нас число начальное задумано. Нет, начальное число ноль. Просто все биты нулевые. Вот. А k произвольно, поэтому ставится не больше. Да, да, да. Значит, k здесь совершенно произвольно. Получается, что на любой запрос достаточно 2 евро, а поэтому на m запросов всего достаточно 2m евро. Так, я все время забываю, в какую сторону у нее все это направлено. В общем, 2m. Евро достаточно для выполнения m запросов. Это намного лучше, чем mn. Как видите. Вот такой он банковский метод. Кажется, что мы взяли простую очень вещь и ее объяснили как-то очень сложно. Но я вас призываю такой подход запомнить. Почему? Типичное упрямление устроено так. Рассмотрим какую-нибудь страшную, ужасную структуру данных. Например, какое-нибудь супердерево. Ну, вместо супердерево должно стоять, собственно, то, на самом деле, какое дерево мы будем рассматривать. Ну, например, мы будем рассматривать с вами самобалансирующиеся деревья через несколько занятий. Ну, довольно сложная структура данных. И у нее есть какие-то операции. Понять, вообще говоря, не как-то вот к этому всему не прибегая, почему там учетная стоимость такая, как заявлено, ну, непонятно как. Идея связывать единицы сложности с отдельными фрагментами структуры, она нам понадобится просто потому, что действие совершается не вообще, действие совершается с некоторой локализацией, они совершаются где-то. Ну, если это действие совершается где-то, разумно в этом месте поблизости накопить соответствующий избыток средств, который пойдет на преобразование. Так, ну, хорошо. Наверное, я не сказал, что же, собственно говоря, такое учетная сложность. То есть было сказано, что мы ее изучаем. А что есть в сущности учетная стоимость? Где она? Здесь. Учетная стоимость здесь — это два. Это то, сколько денег вы берете с клиента за операцию. Действительно, она в каком-то смысле отвечает усреднению. Ну, почему так? Потому что в среднем надо платить по два евро. Но у нее нет никакого такого строгого смысла какого-нибудь там среднего арифметического предела. Это все совершенно необязательно. Так, есть ли вопросы? По определению. Один евро по определению достаточно для того, чтобы выполнить одну элементарную операцию. Значит, почему именно единица, почему именно не двойка или не тройка? Или не десятка? Ну, ответ очень простой, потому что операции, точнее, их элементарные единицы все равно совершенно условны. Вы единицы можете назвать все, что хотите. Хотите, назовите арифметические действия. Хотите, назовите итерацию цикла. Если действительно итерация занимает константное время. Вы можете назвать это единицы. Ну, вот, собственно, так и здесь. Мы за единицу приняли какое-то одно действие. Например, здесь элементарным действием считалось продвижение по массиву на одну позицию с соответствующей заменой. Ну, а также замена этого нуля на эту единицу. Вот такие вот были у нас элементарные действия. Так, еще чего-нибудь может быть? Перемещение по массиву тоже что-то? Ну, перемещение на один шаг, да. Вот, если вам очень хочется считать, что это не одно элементарное действие, а, скажем, два элементарных действия, то, в общем, тоже нетрудно реализовать. Правда, с клиента придется брать больше. Если у вас здесь будет не единичный коэффициент, а какой-то больший коэффициент, ну, как придется действовать? Придется накапливать не по одной монетке, а по большему числу монеток. Ну, что скажется на общем балансе пропорционально и, соответственно, на учетной сложности. Да. Ну, не то чтобы хотел, но вы скорее хотели. Да, меня очень интересовало то, за какое время будет работать им инкрементов. Последовательность из M инкрементов. При этом начальное считалось 0. Да, начальное считалось 0. Вот вопрос, что делать, если начальное положение неизвестно. Кто-нибудь понимает, как правильно написать оценку сложности в этом случае? Еще меньше она вряд ли будет. Представьте себе, что у вас много единиц. Тогда первое же действие будет иметь неконстантную сложность. Нет, в смысле по той же схеме, что мы константное количество каждых отбираем? Еще раз? Ну, схема должна быть такая же, что мы сколько-то ебра... Нет, нет, ну, бог с ней со схемой. Давайте оценку напишем итоговую. Ну, тогда все равно меньше. 2M, 2M, 2M. Ну, да, значит, если начальное положение неизвестно, то правильной оценкой будет M плюс N, где первое свагаемо отвечает, собственно, затратам клиента, а второе свагаемо отвечает тому наблюдению, что начальное состояние-то мы не знаем, поэтому, возможно, там сколько-то денег придется нам выдать заранее, такой кредит нам придется взять. Вот, пожалуйста, M плюс N. Ну, вопрос слишком общий. Для некоторых задач он подходит. По крайней мере, в некоторых задачах так оценить получается. Я сейчас приведу еще один пример, чтобы было понятно. Но, конечно, этот метод не то, чтобы он абсолютно общий. То есть, ну, представьте себе, что вы получили задачу проинтегрировать функцию. Вот, заодно функция формулы, надо проинтегрировать. Ну, вот вам, наверное, должно быть известно, что вообще задача сложная. То есть, некоторые функции вообще нельзя проинтегрировать там, ну, в некотором классе выражений. А некоторые можно. Например, полиномы, да? Вот полиномы очень хорошо интегрируются. Можно их интегрировать часами, и при этом все будет получаться. Так и здесь. Некоторые задачи можно вот так решать. Они все очень однотипные, и все будет получаться. Некоторые не будут получаться, но то ли потому, что мы слишком глупы, не знаем, как метод применить, то ли он просто здесь не подходит. Можете еще раз спросить, почему получилось O от M плюс N, а не N по N плюс N? Ну, потому что в 8-м ролики констант стираются. Хорошо. Ну, вот еще раз. Представьте себе, что у вас нолик, а потом много единиц. Тогда первое действие, оно вот довольно долгое по сложности. Большое послаждение. Значит, а к этому всему делу есть второй подход. Мы считаем стоимость всех инкрементов? Цепочки. Из M инкрементов. Значит, к этому делу есть второй подход. Он называется потенциальным подходом, но про него мы лучше поговорим в следующий раз. Нам пока хватит вот этого банковского. Второй пример применения учетного анализа таков. Вот есть такой базовый примитив. Ну, либо в языке программирования он так или иначе выделен, либо он там легко эмулируется. Этот примитив называется массив. Ну, ничего. Массив. Кстати, структура типична именно для RAM-модели, скажем. В машине тюринга говорить про массив, конечно, можно, но сложности манипуляции с его элементами совсем не такие, как можно было бы ожидать. Сложность доступа к отдельному элементу, вообще говоря, пропорциональна ли длине массива, поскольку до него нужно еще как-то двигаться. Ну, вот в RAM-модели массивы, если они реализованы в виде непрерывных кусков памяти, они очень дешевые. Для того, чтобы получить доступ, достаточно выполнить константу элементарных действий. Так, чтение, запись стоят константу. Кстати, это, видимо, очевидно, но я забыл сказать. Я помимо того, что забываю про перерыв, я забываю про концы занятий. Так что, пожалуйста. Ну, кто же его знает? Полтора часа у нас? Точнее, час 35. Значит, 15 минут, да? Ну, хорошо. Массивы — это конструкции фиксированного размера. Вы когда массив заказываете менеджеру памяти, как непрерывный блок, должны заранее сообщить, сколько будет элементов. Но часто бывает, что сколько будет элементов, сколько вам понадобится элементов, вы заранее не знаете. И вот там в разных языках есть опять разные средства для того, чтобы подобные желания поддержать. Например, в стандартной библиотеке, которую вам так или иначе придется изучить, вот есть такой, значит, контейнер, называется вектор. Кто знаком с вектором? Большинство. Хорошо, значит. Ну, это неважно, что вы с ним знакомы, потому что нас интересует не конкретная реализация, нас интересует общая идея. А общая идея такая, что вы можете себе вообразить структуру потенциально неограниченного размера, которую вы можете, скажем, добавлять в конец элементы. В случае вектора это реализуется с помощью метода pushback. Как же фактически такое поддержать? Как же это реализовано? Ну, реализован очень просто. В любой текущий момент времени есть, конечно же, массив некоторого размера. Начало его занято под вектор. Начало его содержит некоторые элементы вектора. А хвост пока не используется. Есть такие стандартные термины, которые стоит запомнить. Вот это все называется capacity, это общий объем, а вот это называется, собственно говоря, size. Это не то, чтобы так уж прям общепринято, но это очень часто считается известным, так что обратите внимание. Как же работает pushback? А pushback работает так. Если capacity не полностью исчерпана, если емкость исчерпана не полностью, то есть если размер меньше capacity, то у нас есть еще вакантная позиция, куда мы новый элемент можем положить. Вот, но возможен также плохой случай, когда емкость полностью выбрана. Тогда происходит действие под названием реаллокация. Что такое реаллокация? Реаллокация заключается в том, что вы просите у менеджера памяти больше по размеру массив, после чего аккуратно переносите копированием те элементы, которые у вас были исходны. Значит, вот происходит копирование. Ну, если вы попросили больше, чем было раньше, вот у вас есть вакантные позиции, задача свелась к предыдущей, но уже теперь вы можете вставить элемент x. Так, если у нас происходит реаллокация, то картинка выглядит вот так. И, значит, важный и иногда настраиваемый, иногда ненастраиваемый параметр всего этого безобразия, это то, по какому принципу выбирается следующий объем, следующий capacity. Так, если это capacity штрих, то как его выбирать? Умножить на 2, да. Ну, это один из вариантов. Далеко, кстати говоря, не самый лучший, но и не самый плохой. Вообще стратегии, как правило, глобально бывает две. Бывает аддитивная стратегия. Аддитивная стратегия, ну нет, плюс один каждый раз, это уж какая-то такая малая аддитивная стратегия. Обычно аддитивная стратегия говорит, что новая емкость – это старая плюс константа. Ну, константа совершенно не обязательно единица. А бывает мультипликативная стратегия. Говорящая, что новая емкость – это старая, помножить на некоторую константу. Здесь дельта как минимум единица, а здесь лямбда уж строго больше единицы. Замечу, что лямбда здесь может быть дробная, и часто бывает как раз-таки нужно брать ее меньше двойки на больше единицы, скажем, полтора. Значит, а при чем тут сложность? Ну, сложность тут при том, что вообще-то вектор – это структура данных. Поэтому можно пытаться говорить о том, какова сложность отдельных операций. Например, операции pushback. Понятно, что с доступом тут по-прежнему все хорошо, доступ стоит константа, у вас массив. Вот давайте попробуем понять, сколько стоит при разных способах реализации с реалокацией операция pushback. Пусть мы выполняем M операций pushback. Сколько это все безобразие стоит? Ну, например, у вас аддитивная стратегия. Ну, кто как думает? Порядка M в квадрате, да. Это в первом приближении правильный ответ. Хочется чуть точнее. Да. Зависимость от дельты здесь вот такая обратная. Дрить на дельта. Ну, почему это так? Ну, попробуйте представить себе, как будут устроены реалокации, сколько они стоят, как часто они происходят. Увидите сумму аритмической прогрессии, просуммируете, получите. Ну, это неинтересно, это показывает, что аддитивную стратегию почти никогда не надо использовать, если массивы большие, длинные. А вот мультипликативная стратегия… Нет, ну, давайте проще я скажу, чтобы, во-первых, не было лишних трудностей. Пусть мы удваиваем размер. Вот кто-то очень хотел удваивать, давайте удваивать. Я избавлю вас от лишнего параметра. Какая здесь сложность? Линейная. Линейная. Да, вот сложность линейная, и на этом вопросе мы сейчас подробнее остановимся и заодно докажем этот факт с помощью банковского метода. Это, к счастью, не очень сложно, и, может быть, сейчас кто-нибудь даже скажет, где-то нужно деньги держать. Что происходит? Ну что? Ну, в каждом, не в каждом. Вот промежуточное состояние структуры данных. Мы бы хотели получить линейную оценку на M операций пушбэк, поэтому, видимо, с клиента за каждую операцию нужно брать константу денег, да? Ну, 2 евро, например. Вот у нас промежуточное состояние структуры данных. Там сколько-то заполнено. Вот я нарисую сначала какой-нибудь вариант. Вот так вот. Так бывает? А почему не бывает? Ну вот, константы нету. Ну, константы вон там написано. Заполнено всегда не меньше половины. За исключением случая, когда вы начинаете с… Ну, понятно. Вначале у вас один элемент всего есть в емкости, а size равен нулю. Тогда, конечно, заполнено ноль, но в дальнейшем заполнено всегда как минимум половину. Отлично. Ну и где деньги? На каждом элементе? Многовато как-то будет. Вот смотрите, почему они не могут лежать на каждом элементе. Например, потому что после элокации… Ну так, субъективно понятно. После элокации вы, наверное, если банкрот, то почти банкрот. Вы только что выполнили некоторую тяжелую операцию, денег у вас, скорее всего, нет. Но как-то вы предлагаете, чтобы они там были. Ну и вообще на каждом элементе это бессмысленно, потому что тогда все деньги, что вам дают клиентам, придется класть на новые элементы и… На тех элементов, которые вылазят за половину. А? Ну, это слишком сложно. Как-то думать, надо что-то добавить. Нет, вот есть другой, более простой вариант. Надо отметить середину и сказать, что деньги лежат вот здесь. Итак, значит, деньги тут. Вот на всех элементах, начиная с середины и идя направо, на всех использованных элементах, будем считать, что лежит по одному евро. Тогда давайте докажем, что какого-нибудь константного числа евро нам хватит для того, чтобы выполнить операцию pushback. Сколько возьмем? Ну, вы как-то, вас невозможно ничему научить. Мы уже выясняли, сколько надо брать. Конечно, 10. Так вы не научитесь. Вот берите 10. Потом можно отдать, если что. Ну или куда-нибудь еще 10. Ну, так вот, взяли 10. Возможно, два случая. Случай легкий, когда никакой локации нет. И тогда ситуация устроена следующим образом. Одно евро, один евро, один евро, да? Один евро идет на то, чтобы положить элемент в массив. Еще один евро может пойти на то, чтобы положить его на… Собственно, он пойдет в точности, если это только не начальное положение. Итак, еще один евро пойдет на то, чтобы положить его над добавленным элементом. В самом начале, когда у вас структура пуста, ну, непонятно, что такое середина, но окей, можно считать, что над единственным элементом в начале момента времени тоже будет лежать евро. Это дело условное. Так вот, еще один евро пойдет сюда. Ну, остаток 8 евро мы куда-нибудь денем. По собственному усмотрению. В легком случае никаких проблем с деньгами нет. Теперь пусть случай более сложный. Более сложный случай от случаев 2, когда емкость полностью исчерпана. Вот такая вот картинка. Ну что ж, нужно сделать реалокацию. Как устроена реалокация? А вот так вот. Значит, вот это все хозяйство должно быть скопировано вниз. Тут возникает деликатный вопрос. Сколько нам будет стоить копирование? Вот если у нас c равно s, и это наши капасти и размер соответственно, то сколько элементарных действий нужно для того, чтобы произвести копирование? Ну, вообще говоря, s, но поскольку единица расчета условная, то с тем же успехом можно было бы сказать, что s пополам. Ну хорошо, скажем, что s. Это показывает, что что-то мы не предусмотрели. Что мы не предусмотрели? Да. Здесь должно лежать не по одному евро, а по два евро. Чтобы вот этих денег хватило на копирование всего отрезка. Ну и, соответственно, в простом случае надо было брать с клиента не 2 евро, а 3 евро. Не спроста мы взяли сразу 10, чтобы не думать об этом. Так вот, если здесь лежит по 2 евро, всего лежит сколько? Вапа умножить на s пополам, то есть s евро. Их достаточно для того, чтобы получить вот это копирование. И заметим, что середина-то вот здесь вот. Никаких дополнительных денег класть не нужно. Новый элемент добавить. Ну, новый элемент, да, конечно, новый элемент. Про новый элемент-то мы забыли, действительно. Добавляем новый элемент и сюда кладем еще 2 евро. Какой баланс в итоге? Сколько надо брать с клиента? Вообще уже договорились, что 10. Вы опять как-то не учитесь. Ну, хорошо, сколько у нас останется? 7. А почему 7? 7. Ну, 7, потому что вот эта операция как бы бесплатная. 2 евро на элемент, еще плюс 1 евро идет на покрытие самого действия. На то, чтобы присвоить. В общем, если бы мы не пытались взять больше, чем надо, то 3 было бы достаточно. Почему я пишу все-таки 10? На самом деле вовсе не потому, что я пытаюсь взять денег больше, чем надо, а потому что об этом не нужно думать. Вот такие подгонки, их либо стоит выполнять в финальной фазе, либо вообще сказать, что мы берем константу. Какую константу, становится понятно, когда вы доказательства докручиваете до конца. Вот это интересный вопрос. Да, действительно, тут как бы менеджер памяти работает забесплатно, денег не берет. Это неправда. Время выделения памяти вовсе даже не константное. Ну, с высокой вероятностью время выделения памяти вот это, оно пропорционально размеру выделяемого блока. Если вам, например, захотят память предварительно обнулить перед тем, как вам выдать, некоторые так делают. Ну, если вам выдают грязные участки памяти, то оно может быть меньшим, то есть оно может быть не зависит ли не от размера, но все равно оно, конечно, какое-то есть. Ну, этим мы всем пренебрегаем. Просто оценка времени работы менеджера памяти, которая вызывает, что мы сейчас будем разбираться, как он работает. Ну, пока для нас черный ящик с хорошей, можно сказать, с константной сложностью. На практике все несколько сложнее. Спасибо. А вопросы какие-нибудь есть? Вот мы говорим, банкреса, пошли, это первое. Да, вот есть еще физический подход или потенциальный подход. Ну, вот про это мы поговорим, наверное, в следующий раз. Мы показали, что если мы деньги кладем за середину, то у нас получится ОАТМ. А может быть можно их как-нибудь так хидро раскладывать, что мы сможем получить ОАТ в логарифме М? Ну, на самом-то деле ОАТ в логарифме М мы вряд ли сможем получить, потому что каждое действие, понятное, стоит не меньше константа. Поэтому сублиниевую оценку получить нельзя, конечно же. Да. Да, но это возражение довольно странное, когда человек, не знаю, на экзамене приходит с решением, ему говорят, вот смотрите, вот если у вас вместо единицы написать двойку, у вас ничего не получится. Ну, как-то, ну да, ничего не получится. Мы же тут только оценку сверху что-то делаем. Ну, вообще да. А оценка снизу? Нет, оценка снизу с помощью метапотенциалов у вас не получится. У вас везде есть неравенства сверху идут, поэтому, конечно, метапотенциалов не для этого. Ну, еще раз говорю, благо здесь оценка снизу линейная, и она совершенно очевидна. Да. Да, да, да. Да. Вот. Вопросы еще? Что, что, что? По-моему, это Вильгм Хау, но я могу путать. Лучше напишите мне письмо, я вам скину ссылку. Прошу? Почту можно мою найти на Вики. Так, ну все, мне пора к второму курсу. Так что, если есть вопросы, то можете задать их по почте или в начале следующей лекции, которая будет у вас непонятно когда, быть может в субботу, но если это так и произойдет, вас об этом предупредят. Спасибо. 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 Спасибо.